В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пянова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не забудь, в парке Зернова прошел флешмоб, посвященный дню пропавших детей. 15 лет на страже Родины. 26 мая 2007 года подводной лодке Б-20 присвоили название Саров. Футбол на пять с плюсом. Завершился чемпионат города среди детских садов. Далее расскажем по всем подробно. С 1 июня пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%. Как пояснили в Минтруде, средний размер прибавки составит 1760 рублей. Кроме того, с 1 июня вырастет прожиточный минимум на 10%, а с 1 июля на 10% увеличится МРОД. Это, по сути, отразится на увеличении всех социальных выплат. Наша главная задача – обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума, подчеркнул президент Владимир Путин. Также он объявил, что пособия по уходу за детьми для женщин-военнослужащих увеличат вдвое. 25 мая в мире отметили День пропавших детей. Поисково-спасательный отряд «Рысь» в парке имени Зернова провел в честь этой даты флешмоб. Добровольцы рассказали об элементарных правилах безопасности. Самый страшный кошмар – родители, когда их ребенок не возвращается домой. В России в 2021 году поступило более 43 тысяч заявлений на поиск несовершеннолетних. И с учетом прошлых лет – 1086 из них до сих пор не найдены. 25 мая весь мир вспоминал пропавших детей. Памятная акция, которую организовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Рысь» прошла и в Сарове. Началось мероприятие с флешмоба, в котором поисковики разъяснили детям элементарные правила безопасности. Это у нас будет небольшая прогулка по городу такая. Потом у нас будет в свободном режиме игра, викторина-ходилка некая, то есть ребенок отвечает на вопросы, и минимый кубик, он ходит на столько шагов вперед по игре. И можно будет рисовать незабудки, это символ сегодняшнего дня, синяя незабудка. Поисками занимаются спасатели, полицейские и волонтеры. В России существует порядка 140 организаций, которые ищут пропавших. В Сарове их несколько, в том числе поисково-спасательный отряд «Рысь». Он образовался в 2019 году в ходе поисков заблудившейся в лесу девочки Зарины Авгоновой. Мы ищем всех в любой возраст, в любое социальное положение, если можно так сказать, в любое время года, в любую погоду, в любое время дня и ночи. Как только заявка поступила, если нужен срочный сбор, мы уезжаем. В основном добровольцам из Саровского отряда приходится искать взрослых людей. Заявки, которые поступают на поиск детей, закрываются очень быстро. В основном дети просто чем-то увлекаются и забывают позвонить родителям. По крайней мере, такая ситуация в нашем городе. Тем не менее, добровольцы «Рыси» советуют не терять бдительность и надеясь на закрытость Сарова. Самое главное, ребенок должен понимать, что родители не контролируют его, а беспокоятся о его безопасности. Нужно быть доверие. Не подчинение, а именно доверие. Тогда родители всегда будут знать, где их дети, и если что-то вдруг случится, будет проще. Уже будет хотя бы направление. Екатерина Пенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Из Нижнего Новгорода с 1 июня запускают регулярные рейсы в Сочи. Аэрбаз А320 будет вылетать из столицы региона в 14.55, прилет в 18.50. Обратный рейс в 10 утра, прилет в 13.55. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России увеличатся штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях одобрил Совет Федерации. Так граждан будут штрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, вместо полутора – трех тысяч. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей. Было от 10 до 20 тысяч. А юрлицам придется заплатить от 100 до 400 тысяч рублей. Было от 50 до 200. Если из-за пожара человек погиб или получил серьезные травмы, штраф для компании составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Было от 600 тысяч до 1 миллиона. 27 мая в 19.30 в художественной галерее в рамках «Ночи музеев-2022» на большом киноэкране бесплатно покажут анимационный фильм «Гофманиада» главный герой Эрнст Гофман – молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях, воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить удивительные и полные опасности приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок. Начало в 19 часов. Для лиц старше 12 лет. 15-летний юбилей Б-90 – опытная российская дизель-электрическая подводная лодка – единственный корабль проекта «20-120». Она предназначена для испытаний новых образцов вооружения и военной техники. 26 мая 2007 года приказом главнокомандующего военно-морского флота России подводной лодке присвоили почетное наименование «Саров». Что связывает лодку с нашим городом, расскажем далее. В основном подводные лодки в России носят название в честь субъектов федерации. Только одно из них – Б-20 – присвоено имен нашего закрытого секретного города. Сам корабль – экспериментальная площадка для испытаний новых видов вооружения и техники Министерства обороны. И, конечно, по большому счету, это продолжение и нашей общей работы Федерального авиацентра на благо создания и поддержания ядерного счета нашей Родины. К сожалению, до сегодняшнего дня пока никто из города Сарова там не служит. Ну, это связано с тем, что не забывайте, лодка экспериментальна, поэтому экипаж по одной лодке сформирован только из мечманов и офицеров. В 2008 году в Сарове создали шефский комитет. 14 раз делегация из нашего города ездила в Северодвинск на встречу с экипажем. И шесть раз экипаж посетил Саров. За это время завязалась крепкая дружба между моряками-подводниками и ветеранами ВМФ, активистами Саровского музея военно-морской славы, где в 2013 году открылась экспозиция, посвященная истории корабля. Мы неоднократно рассказывали и про эти экспонаты, и про макет подлодки, и про горлышко от бутылки, которую разбили аборт, и про туфельки жены капитана. Совсем недавно в музее экипаж подлодки передал иконостас из каюты. Вера православная, как и положено, как и было в нашем императорском флоте, была рядом в любой момент при выполнении боевых задач и практических задач наших моряков. Поэтому все экипажи подводных лодок, в первую очередь наша экспериментальная подводная лодка, в 2015 году получила так называемый корабельный иконостас. То есть это иконостас, который находится на блатне. Изготовлен он был в Сербии. В честь юбилея ветераны ВМФ проведут в библиотеке имени Маяковского 29 мая открытый городской турнир по шашкам на кубок экипажа подводной лодки «Саров». Принять в нем участие могут школьники и взрослые горожане. Начало в 11 часов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Гордость школы в центре образования завершился учебный год. Третий в истории самой молодой школы «Сарова». На торжественной линейке чествовали учеников, которые достигли больших успехов на различных олимпиадах и во внеурочной деятельности. Все работы сданы, контрольные написаны, оценки поставлены. Через несколько дней начинается долгожданное лето с его лагерями, поездками на море, прогулками до вечера и играми во дворе с друзьями. Учебный год в центре образования подошел к концу. Каким он был и чем запомнился, вспоминали на торжественной линейке ученики, учителя и все работники школы. «Нашел хорошего учителя из новых друзей. Я участвую в олимпиадах и разных акциях». «Чем вообще учебный год запомнился?» «Ну, разными конкурсами, как, например, я рисую мир, жизнь без шока. Очень многие конкурсы мне запомнились. Их и не перечислить». «Мне нравится математика и русский язык, потому что их преподает наш любимый учитель». «А как учителя зовут?» «Светлана Владимировна Шишкина». На торжественной линейке награды получили ученики, которые достигли больших успехов в учебе. Стали победителями и призерами городских олимпиад по русскому языку и математике, научных школьных конференций и конкурсов. Кроме того, дипломы и грамоты получили ребята, которые принимали активное участие во внеурочной деятельности. В общей сложности на праздники вручили 120 наград. «Я была на городской олимпиаде по русскому языку, проходила олимпиаду дня и стала призером. Мне нравится учиться в школе, потому что здесь хорошие учителя, углубленное обучение и интересные темы». Школа старается дать своим ученикам не только знания. Центр образования воспитывает в детях лучшие качества, патриотизм, любовь к родине, гуманизм и доброту. Для этого в течение года в школе проходят различные экологические и социальные акции. Это в том числе сбор макулатуры, батарейок, пластиковых крышечек. «Помощь животным брошенным, это приюты, это день чистоты, экологические акции всероссийского уровня. В этом году мы вступили в добровольческую организацию города Саров, добровольцы Сарова, в которой мы участвовали 20 акций провели в Центре образования. В следующем году мы планируем выходить на регион». Все это стало возможно благодаря трудолюбию, вдохновению коллектива учителей, администрации и директора Центра образования. Впереди новый учебный год, и школа уже знает, что останавливаться на достигнутом она не будет. Екатерина Пенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В среду в Сарове завершился чемпионат города по футболу среди детских садов. В полторы недели маленькие спортсмены боролись за выход в финал. На заключительных играх турнира побывала наша съемочная группа. Схемы игр мини-футбольного турнира среди детских садов Сарова одинаковые на протяжении уже пяти лет. 21 команда делится на семь групп. В каждой группе играют круг по две игры. В итоге победители образовывают золотой финал. Вторые выходят в серебряный, третий – в бронзовый. Всегда жарко, здесь всегда солнце светит, море позитивных улыбок. Иногда дети плачут от счастья, иногда где-то обидно от поражений. Я уже говорил, пасмурная погода, но душе как-то тяжковато. А вот мы начали играть, и к концу турнира прямо на душе спокойствия и радости от них заряжающейся энергией. В финале футбольного турнира малыши боролись за бронзовые, серебряные и золотые кубки, а также за главный переходящий кубок чемпионата. За победу на футбольном поле схватились два лидера турнира. Детские сады номер 8 и 30, а третье и четвертое места в золотом кубке и в общей таблице соревнований разыгрывали детские сады номер 9 и 35. В упорном сражении золото и переходящий кубок взял детский сад номер 30 «Гвоздичка». Я был защитником, и мне нужно было выбить мяч просто к чужим воротам. И мне это было чуть-чуть тяжело, чуть-чуть легко. Серебро турнира завоевала команда 8-го детского сада. А игрок детского сада номер 19 Александр Костин забил 17 мячей в ворота соперников и стал лучшим бомбардиром турнира. Мы сели сначала, думали, что мы проиграем, но потом на один, ну, больше они забили нам, и мы, ну, второе место заняли. Мы старались. Да, мы старались. Было очень сложно. Я раньше не любил футбол, я не знаю, как давно, меня мама, наверное, в футбол записала. Вот, я начал играть и начал хорошо тренироваться. И мне тренер говорил, молодчик, красавчик. Победители и призеров футбольного турнира среди детских садов Сарова наградили медалями и кубками. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 26 по 29 мая там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитеры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 26 по 29 мая с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!